Это ферма, за ней нужно присмотреть. Вы с цыплой даже домашних животных толком не знаете. Кураконь, он нас заклюет! Ну вот, приехали. Я не знаю, как его остановить. Он не управляем. Мультимир-шоу! Мы на месте. Тучка, цыпл, давайте скорее. Наконец-то добрались. А Вадик где? Да вон он идет. Вадик, ты чего так долго? Просто вы ехали на машине, а я шел пешком. Машина такая, трехместная. Рассказывай, Кеш, где мы? Это ферма. Я нашел объявление в интернете, что за ней нужно присмотреть. В обмен хозяин обещает нам молоко и яйца. А хозяин где? Уехал в отпуск, на море. Только он попросил ничего не перепутать. Попросил ничего не перепутать? А вы с цыплой даже домашних животных толком не знаете. Да как не знаем? Знаем? Корова, свекла, динозавр. Да, цыпа? Да, нужно подучить. А давайте угадывать животных по звукам. По звукам, так по звукам. Давайте послушаем первое животное. Ну что, Иннокентий, это свекла? Нет. Это животное я знаю. Это корова. Правильно. Давайте послушаем второе животное. Так, используем метод дедукции. Хрю-хрю. Кто же это? Может быть крот? Ну какой же это крот? Это поросенок. Третье животное. Похоже, что это барашек или овечка. Как бы он не был бодучий. Правильно. Похоже, там кураконь. Кураконь? Да, кураконь. Он нас заклюет. Успокойся, Кеша. Это всего лишь лошадка и курочка в одном загоне. Больше в загончике никого нет. Все животные здесь. Хозяин оставил нам записку. Здесь список того, что нужно сделать. Первое. Нужно покормить корову, лошадку и барашка свежей травой. Целое поле травы. Давайте заведем трактор. Кеша. Я не знаю, как его остановить. Он не управляем. Сам остановился. Бензин закончился. Смотрите, сколько травы мы накосили. Давайте соберем ее и отнесем лошадке, коровке и барашку. Кушайте. Ой, хорошая девочка. Кушай. Первый пункт выполнен. Теперь второй пункт. Поросенку нужно насыпать отрубей и дать свежих овощей. Сделано. Свинка чем-то недовольна. Читаем сноску к пункту два. Помимо еды поросенок любит валяться в грязи. Нужна грязь. Смотрите. Здесь есть большой таз. А по дороге я видел лужу. Давайте я наберу. Пункт три. Накормить курочку. А чем не написано? Курочка – это птичка. А птички любят семечки. Накормим семечками. Нужен пацанок? Да нет, не нужен. У Вадика найдется горсточка в рюкзаке. О, Вадик, нам нужны семечки, чтобы покормить курочку. Хорошо. Я достану семечки, а вы пока отнесите грязь поросенку. Свинка, ты где? Вот твой тазик. Ну вот, приехали. Последний пункт в списке теперь не прочитать. Только первые два слова. Нужно подоить. Кеша, что такое? А ну рассказывай. Да что тут рассказывать. Поросенок столкнул меня в грязь. И бумажка промокла. Теперь не разобрать последний пункт из списка. Только можно прочитать. Нужно подоить. Смотрите, мы покормили курочку, она снесла нам яичко. Спасибо, курочка. Не переживай, Кеша. Давай вместе отгадаем, кого нужно подоить. Коровку. Барашка. Лошадку. Или поросенка. Это же всем известно. Нужно подоить того, кто дает молоко. А это... Корова. Ну, все пункты выполнены. Можно ехать домой. Забираем молоко и яйца. Отлично провели время. Да, мне понравилось на ферме. Ребята, а вы напишите в комментариях, где вам больше нравится. В городе или в деревне? Вы были на канале Мультимир Шоу. Нажимайте на красную кнопку внизу, жмите на колокольчик и следите за нашими другими историями. Здесь, здесь, здесь и здесь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»